Автопроизводители завели моду выдавать новинки не сразу, а по частям, растягивая удовольствие. Поэтому на минувшей неделе мы продолжили смотреть сразу несколько автомобильных сериалов. Toyota выводит на европейский рынок показанный еще год назад водородный Mirai. Nissan показал вторую серию эпопеи о новом Qashqai. Корейский Genesis завершил презентацию кроссовера JV70 техническими подробностями. В России сертифицирован Cadillac XT4 и продолжение следует. А вот новый русский электромобиль Kama 1 представлен так, что конца края этому сериалу не видно. И лишь обновленный Peugeot 3008 и Volkswagen Polo Sport выходят на рынок быстро и решительно. Второй подряд этап Формулы-1 на трассе в Бахрейне прошел без Льюиса Хэмильтона, заразившегося коронавирусом. В итоге за руль чемпионского Мерседеса внезапно и впервые сел 22-летний Джордж Рассел, на замену которому Вильямс вызвал Джека Эйткина из Формулы-2. В квалификации Рассел блестяще завоевал второе место, на старте гонки обошел Вальтери Ботаса и наращивал отрыв. Однако на 61-м круге дебютант Эйткин эффектно потерял носовой обтекатель. И пользуясь ситуацией, Мерседес организовал двойной пидстоп. И это было фиаско. Механики по ошибке поставили шины Ботаса Расселу. Вальтери поехал дальше на старых, а Расселу пришлось заезжать на пидстоп еще раз. В итоге Мерседес лишился победного дубля, и Джордж Рассел вместо сенсационного первого финишировал на девятом месте. В итоге свою первую победу заслужил Серхио Перес, после столкновения с Леклером, прорвавшийся через весь пилотон. Эстабан Акон финишировал вторым, впервые поднявшись на подиум, а Лэн Строл взял бронзу. Наш Даниил Квят стартовал с лучшего в сезоне шестого места и закончил гонку седьмым. Младшая Формула 2 в Бахрейне закрыла сезон. Субботнюю гонку третьим закончил Никита Мазепин, а пятым Роберт Шварцман. Однако после взмаха клетчатого флага в отношении Мазепина стюарды инициировали сразу четыре разбора полетов. В двух ситуациях будущего пилота Формула 1 признали виновным, так что Никита переместился на девятую строчку. В воскресной гонке Мазепин снова финишировал девятым, что отбросило его на пятую позицию общего зачета. Шварцман приехал пятым, но этого оказалось недостаточно для бронзы. Впрочем, четвертое место в дебютном сезоне – это шикарный результат, с которым мы от всей души поздравляем Роберта. К сожалению, было несколько гонов, которые прошли достаточно плохо, и на мой взгляд, если бы они прошли лучше, то я мог бы бороться за титул. Но в любом случае, я доволен тем, что у нас четыре победы – это больше, чем у кого-либо в этом сезоне. Как говорится, есть хорошие моменты, есть и плохие. И, к сожалению, в этом году у плохих было чуть-чуть больше, чем у позитивных, но я не опускаю руки и настроен позитивно на следующий сезон, поэтому будем всех рвать. Личный зачет по итогам чемпионата выглядит так – Мик Шумахер, Кэллом Айлотт, Юки Цунода. В следующем году Шумахер и Мазепин переходят в команду ХААС «Формула-1». Юки Цунода, вероятно, займет место Квята в Альфа-Тауре, а Шварцману предстоит и еще один год в «Формуле-2». Из мира гоночных машин переносимся к дорожным. Марка Феррари решила представить на российском рынке свое гибридное купе SF90 «Страдаля», в названии которого зашифрован 90-летний юбилей команды «Скудери» и «Феррари». Всем, кто успеет оформить заказ до конца декабря, машину поставят за 34 миллиона рублей. А с нового года цена вырастет на 7 миллионов. За что просят такие деньги, совершенно понятно. Это самый мощный серийный суперкар из Маранелло. Его силовая установка состоит из 4-х литровой турбо-восьмерки и 3-х электромоторов. Суммарная отдача «Квартета» ровно 1000 сил. До сотни «Феррари» взлетает за 2,5 секунды. А еще итальянка умеет передвигаться на чистом электричестве. Правда, только на 25 километров. Первый подзаряжаемый гибрид марки имеет полностью оригинальный кузов. Внутри флагман выглядит тоже весьма утонченно. Притом основой интерьера является 16-дюймовый экран приборной панели. В общем, джентльмены, разбивайте ваши копилки. Водород против электричества. Похоже, эта битва технологий затянется на десятилетия. И любопытно, что Toyota встала на сторону легкого газа, а не батарейных машин. На рынок выходит уже второе поколение водородной Toyota Mirai. Теперь это большой седан, который переехал на заднеприводную платформу от чистой японской Toyota Crown. А его единственный электрический мотор выдает 174 силы. Генератор, что вырабатывает электричество из водорода, упрятан под капотом. 6 килограммов газа должно хватать примерно на 650 километров пробега. Притом заправка занимает всего несколько минут. В Европе новый Mirai будет стоить 64 тысячи евро. То есть на четверть дешевле Tesla Model S. Явный демпинг. Чего японцы не скрывают. В пресс-релизе четко сказано, что задача модели резко нарастить армию фанатов. Еще один пример откровенного демпинга. Цены на Nissan Magnate, который изначально должен был увидеть свет под маркой Datsun. В Индии четырехметровый паркетник решено продавать за полмиллиона рупий. Это примерно столько же рублей. Таким образом новый субкомпакт оказался дешевле всех своих конкурентов, коих насчитывается около десятка. Тем временем в Европе Nissan снимает сериал о будущем Qashqai. Так в первой серии Мелодрамы нам показали, что модель сохранит старую, хоть и модернизированную платформу. Кузов из стали, алюминия и композитов будет полностью новым, а силовыми агрегатами для Европы останутся сплошь гибриды. Новая серия посвящена интерьеру. Обещан просторный салон и увеличенное расстояние между рядами. Объем багажника вырастет сразу на 74 литра, благодаря компактной подвеске. Вдобавок готовятся виртуальные приборы, проекционный дисплей и 9-дюймовый экран медиасистемы. По идее продажи машин стартуют весной, правда не везде. Нам традиционно придется выждать, пока новинка встанет на конвейер завода в Санкт-Петербурге. А за океаном радикально переделан Ниссан Армада. Это американец-близнец модели Патрол, который вслед за своим родственником приобрел новые фары, капот и даже передние крылья, но при этом получил слегка иное выражение лица. Интерьер Армаде тоже достался немного другой, с оригинальной центральной консолью, которую венчает большой тачскрин медиасистемы. А вот техническая начинка аналогична Патролу. Атмосферный бензиновый V8 сочетается с 7-ступенчатым автоматом, задним или полным приводом. Но самое интересное это цены. В привычных нам рублях огромный внедорожник планируют продавать за 3,5 миллиона. Пожалуй, такая Армада нашла бы клиентов и в наших краях. Еще один американский дебютант это Ford F-150 по прозвищу Tremor, то есть дрожь или трепет. Трепетать предлагается по поводу внедорожных возможностей пикапа, который станет самым крутым представителем семейства, пока свежий Raptor только готовится. Умеренный тюнинг вышел неплохим. Усиленность шасси, увеличен клиренс, установлены грязевые колеса внешним диаметром 33 дюйма, механическая блокировка сзади, а в качестве опции и передний дифференциал торса. Вдобавок авторы расщедрились на фирменный обвес и оранжевый декор снаружи и внутри. Ездовая электроника заточена под бездорожье, при том инженеры напридумывали множество необычных штук вроде ассистента разворота. На грунте он заблокирует заднее внутреннее колесо, чтобы машина могла крутиться буквально на пятачке. Дебют кроссовера Genesis GV70 тоже был разбит на несколько глав. Поэтому купеобразный силуэт с треугольными задними окошками и сильно заваленными стойками мы видели ранее. А теперь настала очередь рассекретить технику. Подтвердилось, что 70-ка имеет классическую компоновку. А роль базовых моторов будут играть рядные четверки, бензиновая и дизельная. На вершине гаммы турбированный V6. Со всеми движками трудится 8-диапазонный автомат. Но полный привод по умолчанию доступен только для шестерки. В Корее старт продаж намечен на январь. А в других странах ценителям корейского премиума придется потерпеть. Кроссовер Jaguar F-Pace обновился еще осенью. Но экстремальная версия SVR дождалась модернизации последней. В крутящий момент 5-литрового мотора увеличился на 20 ньютон-метров. Из-за этого инженерам пришлось не только перенастроить систему ланч-контроля, но и усилить трансмиссию. В итоге злой Jaguar стал еще быстрее. До сотни он теперь ускоряется ровно за 4 секунды. Наверное поэтому инженерам пришлось внедрять полностью новую тормозную систему. С электрическим усилителем и огромными дисками. Вдобавок быстрому британцу подправили настройки шасси, изменив характеристики амортизаторов и рулевого. Дореформенная машина стоит в России далеко за 7 миллионов рублей. Рестайлинг наверняка потянет на все 8. Но точнее мы узнаем только весной. Этим летом стилисты Peugeot провели дерзкий рестайлинг кроссовера 3008. Его решетка радиатора лишилась видимых границ, а полностью светодиодные фары пустили стрелы ходовых огней. Теперь россияне своими глазами смогут оценить свежие веяния во французском автодизайне. Правда для этого надо иметь минимум 2 миллиона 79 тысяч рублей. А длиннобазный Peugeot 5008 еще на 300 тысяч дороже. Но тем, кто решится на покупку любого из паркетников, стоит знать. Российский офис благоразумно сохранил 150-сильные турбомоторы, бензиновый и дизельный. Еще одна модель, которой суждено стать нишевой, компактный Cadillac XT4. У него пока нет цен, зато известно, что россиянам предложат 200-сильный бензиновый двигатель и чуть менее мощный дизель. К обоим моторам прилагается 9-ти диапазонный автомат и полный привод. В базовую комплектацию войдут подогрев руля, двухзонный климат-контроль, премиальная аудиосистема и электропривод багажника. Российский Volkswagen Polo во втором поколении, ставший лифтбэком и клоном Skoda Rapid, безусловный бестселлер. Но чтобы покупатели могли выделить свою машину среди десятков тысяч таких же, немецкая марка придумала пакет Sport. В нем нет ничего выдающегося. Снаружи, самая главная примета, небольшой спойлер на крышке багажника. Зато салон щедро украшен псевдо-спортивными деталями. Интересно, что пакет стильных нюансов можно заказать для любого пола, включая версию на 90 сил, от которой никакого спорта точно не ожидаешь. Новых отечественных легковушек мы не видели очень и очень давно. Пожалуй, вазовские Vesta, DX-Ray времен Буандерсона были последними действительно свежими разработками. И вот внезапная премьера. Притом от КамАЗа. На самом деле, трехдверный хэтчбэк под названием Кама-1 разрабатывал питерский политех, а большую часть средств выделило Министерство образования. Сам КамАЗ скромно именует себя индустриальным партнером. Машина названа смарт-кроссовером, хотя по факту это обыкновенный городской хэтчбэк. У него чистая электрическая начинка, а возможность установки ДВС исключена. Именно поэтому небольшая батарея упрятана внутрь мощного несущего основания. Кузов имеет каркасную конструкцию, на которой навешаны композитные панели. Двигатель приводят задние колеса. При разгоне до сотни машинка уверенно выезжает из 7 секунд, а полностью заряженной батареи хватает на 250 километров. Зарядка от бытовой сети займет около 6 часов. И не удивляйтесь, тачскрину наступится руля. В случае аварии он не припечатает водителя после выстрела подушки, так как сам аирбэк упрятан под потолком. Важная особенность отечественной разработки – сразу заложенные помощники водителю 3-4 уровня. То есть некий полуавтопилот с неназванными пока возможностями. Сейчас готов и испытан только единственный образец, что будет дальше предсказать трудно. Сам КАМАЗ автомобильчики собирать не готов. А значит, под производство новинки надо найти или построить мощности. Но какие? Пока заложены плюс-минус такие параметры. При ежегодном тираже по 20 тысяч экземпляров каждый автомобиль реально продавать за миллион рублей. По всей видимости, главными покупателями компактной капсулы должны стать каршеринговые сервисы и службы доставки. А вот частники, вероятно, останутся верны бензиновым Вестам и Солярисам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова